Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Что для вас счастье? На этот вопрос каждый ответит по-своему. Для кого-то это деньги, богатство, самореализация или мировая слава. Для кого-то самое большое счастье познать вселенную или все в этом мире. А сегодня мы хотим рассказать вам историю американского иллюстратора детских книг по имени Таша Тюдор. Женщина поведала, что для нее самое огромное счастье. И вы будете удивлены. Таша в молодом возрасте была очень красивой и жила очень активной жизнью. Но свои последние годы жизни решила посвятить природе подальше от цивилизации. Она променяла славу и огромное количество друзей на затворничество и совершенно об этом не жалеет. Таша Тюдор родилась в Бостоне в семье очень талантливых и связанных с творчеством людей. Ее папа был авиаконструктором, а мама – портретистом. С детства Таша была влюблена в творчество Марка Твена и Эйнштейна одновременно. Также с раннего детства Таша отличалась от сверстников своим мышлением и идеями. Она всегда имела свою точку зрения на каждую ситуацию. И пока ее друзья рвались на вечеринки, Таша много читала, а также начала заниматься рисованием, и ее очень сильно завораживали пейзажи природы. В 15 лет Таша и вовсе ошарашила всех, бросила школу и определилась с целью в жизни. Она хотела заниматься рисованием, но не простым. Ей нравилось писать иллюстрации для книг. За свою жизнь она написала около 100 книг и была достаточно авторитетной персоной в мире американской культуры. В свои 23 года Таша была уже достаточно известной, и именно тогда она повстречала своего первого мужа. Они поженились, и Таша родила четверых детей. Но жизнь супругов не ладилась из-за постоянного отсутствия Таши, ведь ее карьера была на пике и она часто была в разъездах. Так супруг спустя годы не выдержал такого темпа жизни и подал на развод. Таша даже не горевала по супругу, на тот момент он не был ей очень важным. Потом она снова вышла замуж, но тот брак тоже продлился недолго. И в конце женщина решила жить одна. Так ей было проще и даже лучше. Но вот в свои 57 лет Таша резко решила поменять свой образ и стиль жизни. Ей надоели бесконечные разъезды, светские тусовки и вообще суета этого мира. Ей захотелось спокойствия и уединения. Так Таша Тюдор переехала в штат Вермонт, где в одиночку построила себе новое жилище. Домик был выполнен в стиле 18 века. Он располагался на небольшом холме и, что самое главное, поблизости не было людей. Так в этом доме Таша провела всю свою оставшуюся жизнь. Она каждый день наслаждается спокойствием и звуками природы и радуется, что ей сейчас не нужно никуда спешить и бежать. В домике, в котором поселилась Таша, не было ни воды, ни электричества. Но это не стало для женщины проблемой. Она каждый день ходила по воду к источнику неподалеку, еду готовила на огне, разводила цыплят и кос, а также выращивала овощи и ягоды. То, что оказалось невозможным для других, для Таши стало обычным делом. Таша всегда была очень умелой и многое давалось ей с легкостью. Она умела вязать и шить, и для своего нового дома разработала дизайн всех вещей сама. Из-за того, что она была иллюстратором детских книг, её дом напоминал жилище доброй феи из сказки. У Таши был даже большой сад с различными растениями и цветами, которых было очень много, и верными её друзьями стали несколько собак и кошка. Но, несмотря на своё уединённое место жительства, Таша не была одинокой всегда. К ней часто приезжали дети и внуки, и они много общались. Им нравилось отдыхать у Таши в таком спокойном и красивом месте. Таша Тюдор решила отказаться от благ цивилизации в момент, когда мир был очень сильно сосредоточен на материализме. А ей хотелось жить свободно. Сейчас Таше 92 года, и она прожила в своём уединении уже 35 лет. И ещё ни разу не пожалела об этом. Несмотря на свои годы, Таша чувствует себя бодрой и прекрасной. Конечно, возраст и на ней оставил отпечаток. Но в душе она всё ещё та молодая и юная девушка, которая чётко знает, чего хочет. Эта храбрая женщина – отличный пример для тех, кто не определился в жизни. Самое главное – делать то, что душа пожелает, и не изменять себе. Таша отказалась от цивилизации ради своих желаний и была безумно счастлива. У неё не было материального богатства, но духовно она богаче многих. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в инстаграм и фейсбук, ссылки в описании.